МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сони продолжают развивать паучью вселенную, представив на всеобщее обозрение первый трейлер своего следующего кинокомикса «Мадам Паутина», который своей запутанностью смог ввести в ступор даже самых заядлых фанатов экранизаций комиксов Марвел. Кем является злой Человек-паук и почему он так жаждет лишить жизни ничем не примечательных девушек? Где в трейлере можно заметить Питера Паркера и какую роль во всем этом играет его дядя Бен? Насколько значимой будет картина для будущего Спайдер Верса и каким образом нам могли затизрить одного из самых опасных врагов, дружелюбного соседа? Распутать паутину вопросов мы постараемся в ближайшие минуты. Но для начала напомним вам предысторию персонажа в оригинальных комиксах. «Мадам Паутина», она же Кассандра Уэбб, впервые дебютировала в 210-м выпуске «Удивительного Человека-паука» в 1980 году. Родившись слепой и с неврологическими заболеваниями, немощная героиня смогла развить в себе экстрасенсорные способности, включая телепатию и ясновидение, став по итогу медиумом. И в целом она представляла из себя третьестепенную пожилую женщину, прикованную к инвалидному креслу, которая периодически помогала Человеку-пауку в расследовании тех или иных преступлений. В культовом мультсериале 1994 года создатели решили расширить бэкграунд «Мадам Паутины», сделав из нее космическую сущность и помощницу самого потустороннего, которая собрала людей-пауков с разных реальностей для предотвращения мультивселенского катаклизма. Вот вам интересный и милый факт. В свое время героиню озвучила жена Стэна Ли, Джоан Ли, поэтому в финальном эпизоде культовый писатель комиксов делает особый метакомплимент, называя ее «экзотической дамочкой». Отмечайтесь в комментариях, если вы также впервые познакомились с персонажем через этот проект. Киноадаптация от Sony Pictures, как и ожидалось, полностью переосмыслит героиню, представив вместо немощной старушки, прикованной к креслу, молодого экшн-персонажа в исполнении Дакоты Джонсон, работающего парамедиком в Нью-Йорке, которая раскрывает свои способности во время одного из рабочих инцидентов. Трейлер начинается со странного момента, когда парень в костюме, очень напоминающим образ Человека-паука, заходит в ресторан и по одному убивает девушек в исполнении Сидни Суинни, Изабель Мерсет и Селесты А. Коннор за то, кем они станут в будущем. По ходу трейлера выясняется, что этого персонажа зовут Иезекиль Симс. Он и является главным антагонистом картины. Примечательно, что в комиксах он на самом деле не представляет из себя плохого парня и даже несколько раз помогал Питеру Паркеру. Говоря о способностях, Иезекиль обладает почти теми же сверхчеловеческими качествами, что и Человек-паук, включая повышенную силу, скорость, регенерацию, а также свой аналог паучьего чутья, способного блокировать чутье дружелюбного соседа. Таким образом, он может незаметно подкрасться к любому из людей-пауков, становясь очень опасной угрозой. Помимо этого, Иезекиль использовал свои способности для того, чтобы стать богатым и влиятельным бизнесменом, имеющим возможность строить оборонительные бункеры. Свои же сверхсилы он приобрел посредством одного из древнейших ритуалов, который наделил его сущностью одного из космических паучьих тотемов. В комиксах основной миссией персонажа является попытка защитить Человека-паука и других носителей тотемов-паука от угрозы со стороны энергетического вампира Морлана, стремящегося поглотить жизненные силы героев-пауков со всей мультивселенной. Во многих отношениях именно Иезекиль в комиксах стал первооткрывателем для таких грандиозных концепций, как паутина вселенных, мистической связи паучьих тотемов, а также мультивселенской паутины свободы, что также связано с самой Мадам Паутиной. Таким образом, роль Иезекиля в предстоящем кинокомиксе вполне осмысленная, даже несмотря на то, что трейлер представляет его скорее злодеем, чем положительным персонажем. Также одним из ярких отличий от первоисточника является то, что герой не обладает способностью видеть будущее и не носит пародийный костюм Человека-паука, который некоторые фанаты уже окрестили апгрейдом трэшовой версии дружелюбного соседа из турецкого фильма «Три гигантских человека». Но при этом в трейлере можно заметить и каноничный образ Иезекиля Симса, одетого в свой традиционный костюм и без обуви, что позволяет ему лазать по стенам. Судя по гаджетам и прочим атрибутам, бэкграунд влиятельного бизнесмена также будет сохранен. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Однако есть впечатление, что создатели использовали собирательный образ, включив в него некоторые элементы от ранее упомянутого Морлана, а именно поглощение жизненной энергии из обладателей паучьего тотема. Это можно заметить во вступительной сцене, когда Иезекиль хватает за горло одну из девушек и словно забирает заложенную в ней силу. Но самая любопытная деталь ролика кроется в представлении трех паучьих героинь-пауков в каноничных супергеройских костюмах. Таким образом, было подтверждено, что Сидни Суинни сыграет Джулию Карпентер, одну из популярнейших версий «Женщины-паук» в комиксах, которая впоследствии стала новой «Мадам Паутиной». Изабелла Мерсет воплотит Аню Курасон, известную под псевдонимом «Девушка-паук», а Селеста А. Коннор стала Мэтти Франклин, еще одной «Женщиной-паук», особенностью которой является наличие органических паучьих лапок. Все эти три персонажа имеют долгие истории в комиксах, поэтому мы не удивимся, если после премьеры фильма «Сони Пикчерс» объявят о планах на разработку какого-нибудь сольного проекта. Создатели кинокомикса постарались сделать облики героинь максимально каноничными, однако с большой долей вероятности сцены с костюмами могут оказаться частью коротких видений из будущего, где нам покажут схватку «Женщин-пауков» с Языкилем, что также подчеркивает и пожилой возраст персонажа в этих моментах. Это, вероятно, и объясняет, почему его молодая версия поставила себе цель устранить девушек до того, как они получат свои суперсилы, а также причину, по которой Кассандра попытается защитить их, используя свои новообретенные способности, предсказывать будущее. Однако ранние сливы предполагали, что сюжет представляет из себя аналог «Терминатора», в котором Питер Паркер может стать местной версией Джона Коннора, а его мать Сарой Коннор. Если информация подтвердится, то в теории мы сможем получить еще одно видение, в котором и Языкиля побеждает уже знакомый нам классический дружелюбный сосед из Куинса. Таким образом, ближе к кульминации картины злодей может переключить свое внимание с девушек на беременную Мэри Паркер в исполнении Эммы Роберт, спину которой можно увидеть в свежей фичуретке фильма. Ранее инсайдеры заявляли, что Адам Скотт, представленный в трейлере как коллега Кассандры, воплотит в фильме молодую версию дяди Бена. Поэтому стоит ожидать, что значимый для Питера персонаж также сыграет ключевую роль в сюжете и еще больше вложит смысла в слова «Чем больше сила, тем больше и ответственность». К слову, ранее на нашем канале мы уже разбирали предположительные сливки на комиксы от разных инсайдеров. Некоторые из них были подтверждены в ролике, поэтому рекомендуем ознакомиться. В одном из моментов трейлера есть любопытный фрагмент видений, в котором можно увидеть неизвестный силуэт, держащий ребенка. Очень внимательные сразу подметят, что очертания образа этого существа или человека напоминают классический костюм Человека-паука. Учитывая, что это происходит в контексте мистических видений Мадам Паутины, не стоит исключать, что нам затизрили рождение самого Питера Паркера, а также живое воплощение паучьего тотема, который сольется с персонажем, сделав его частью той самой паутины вселенных, представленной в серии мультфильмов о Спайдер-версе. Возвращаясь к самой Мадам Паутине, как отметили создатели фильма, они стремятся подарить героине крутую предысторию, которой у нее никогда не было в первоисточнике и прочих медиапроектах, тем самым лишь прокладывая путь к тому самому образу мудрой ясновидицы и верной союзницы Человека-паука. Ведь если вспомнить ранние комиксы, то там она была представлена лишь в качестве незначительного персонажа, хотя имела очень привлекательные и амбициозные способности. Поэтому мы не удивимся, если к финалу картины Кассандра лишится своего зрения и, как и аналог из мультсериала 1994 года, полностью научится контролировать свои силы, а также путешествовать по разным уголкам паучьей реальности, став мультивселенским аналогом Ника Фьюри. Но, как и всегда, будущее героини будет зависеть от успеха фильма в прокате. Для того же Морбиуса Sony Pictures пока не торопится анонсировать второй фильм, и это несмотря на морбиллион различных мемов и просьб фанатов. И кто знает, может быть именно героиня Дакоты Джонсон в какой-то момент вновь вернет в строй паучков Эндрю, Тома и Тоби для противостояния очередной мультивселенской угрозе в лице того же Морлана или Пятна. Вполне возможно, что произойдет это уже в третьем мультфильме о приключениях Майлза Моралеса. Ведь нам неспроста показали через сцены с бродягой из MCU и Мисс Чен из Венома, что анимационные и кинематографические миры могут взаимодействовать друг с другом. Что же касается самой картины, то на первый взгляд она ничем не отличается от того же Морбиуса и Венома, однако использование концепта в стиле Дня Сурка имеет все шансы сделать происходящее на экране как минимум забавным, как максимум изобретательным и интересным, поэтому мы дадим Sony Pictures шанс удивить нас. В конце концов, выбор у нас будет не особо велик, потому что следующим после февральской премьеры Мадам Паутины кинокомиксом станет лишь третья часть Дэдпула, то есть без полноценного контента по Марвел и DC мы останемся примерно на 5-6 месяцев. Ну а с вами был Geek Movies, делитесь в комментариях, как вы оцениваете трейлер кинокомикса, какие ожидания строите по поводу будущего Спайдер Верса, понравились ли вам представленные костюмы Женщин-пауков и как вы в целом относитесь к перспективе развития Паучьей Вселенной от Sony Pictures без самого Питера Паркера. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok